Ролик очень будет полезно, потому что у меня произошла такая довольно сильная авария. Получилось так, что квадрик с 70-метровой высоты упал. И что стряслось то? Вот видите, сразу показывает кадр. Вся проблема в том, что отпаялся просто-напросто вот этот минусовой контакт, который крепится к батарее. Он внутри квадрика. Это из-за того, что где-то был плохой контакт от аккумулятора. Он нагревается, а тем более была тогда большая у меня температура. Грался 26, наверное, налетал на квадрики, разогрелся. Минут 10 я полетал довольно сильно. И все, и произошла такая фигня, что на этом смотрю на мониторе. Бах, пропадает сигнал. Ну, жду минут 10, думаю, квадрик вернется. Нифига, нету. Момент, где он завис, где прорвалась связь, у меня сохранился. Ну, я туда поехал километры где-то. Это прямо в селе он упал в огородах там. Я его потом нашел. Часа три я искал. Ну, уже даже потерял, думаю, всякую надежду, чтобы найти. И все, подхожу. А он разломанный весь. Все валяется в стороне. И камера валяется. Корпуса поотломал. Винты поломаны. Короче, все, думаю, даже корпус побитый поломан. И все, думаю, не восстановили. Недобрый хоть нашел. А не потом домой приехал. И давай ковыряться и смотреть, в чем же причина. Потому что думал, ладно бы он. Или где-то электроника не сработала. За три года у меня, за два с половиной. Ни разу не отказывал. Все было идеально. Возвращалось. Все супер. Летал до двух с половиной километров на своем Фантоме третье Адвенцет. Пуша Фантом 3 Адвенцет. Все было отлично. И на тебе такая вот беда. Короче, такая хрень. И я здесь еще сделал. Разобрал все полностью. Нашел причину. Просверлил вот здесь, в этих кончиках, видно, на другой конце. Отверстие где-то, наверное, двоечку. Просунул эти толстые провода. И обкрутил их, запаял. Даже если нагреется пайка, то они не вылезут так или иначе. А лучше всего, что бы китайцы не сделали. И где-то контактная сварка. И как на генераторах щетки где-то прикручивает. Вот так вот. Контактной сваркой все. Не было бы этой проблемы. Так что имейте в виду. Я для этого ролик всем делаю. Так что вы поняли, что вот это обязательно нужно сделать. И еще там я покажу в самом конце, как нужно сделать, чтобы подогнуть немножко контакты на самом аккумуляторе. Потому что это будет такая беда. Я не хочу, чтобы у вас тоже фантомщики, квадрокоптерщики, как говорится, такая херня случилась. Короче, я это все разобрал, восстановил. Корпус тоже поломанный был. Но плата целая. Короче, все там было вроде целой. Короче, я возился целые сутки. Два дня возился с ним. Поспаивал, посваривал. Вот здесь видно, особенно в этой плате, видите, разобрал вверху. Вот там, где все на место поставил. И запустил все. Слава Богу, он летает. Но зато был поломан подвес. Был поломан подвес. Это самый шлейф оборванный. Корпуса. Сами корпуса этих моторчиков. Один, второй был сломанный тоже. И один из моторчиков, который в самом подвесе. Вал был согнутый даже. Вал. То я аккуратненько, аккуратненько его все-таки выпрямил. Этот вал. Там еще крышка была опорная. Сломана подшипник. Там маленький стоялец. Вот этот вал. Я там долго с ним возил, чтобы его идеально отцентровать. Потому что если выписывать все это, то это самое, недорого стоит. А я обратился в Минск. Сразу позвонил квадрокоптерщикам. Как они заломали мне цену. Вот порванный шлейф. Вот говорю, сколько стоит этот шлейф порванный. Они мне заломили цену. 105 долларов. 215 по-моему рублей. 217 рублей белорусских. Я говорю, и вахренели. Так шлейф стоит на Алиэкспресс. Это самое. Всего лишь 7,5 баксов. И вот мне нравится, говорит. Меняйте сами. Покупайте там это самое. Конечно же, вы что идиоты. Думаю, в 15 раз дороже. Короче, вот видите этот рычаг, корпус. Вот он там дальше треснут. Я его собрал более-менее. Он был тоже погнут. Но его нужно менять. Я его выписал. И за все 14,5 долларов заплатил. В Алиэкспресс. Все. Все мои запчасти. Это шлейф вот этот. И этот корпус алюминиевый. Вал я дальше выпрямлю. И это мне обошлось копейки. А если я бы все это покупал у них. Они мне бы загнули цену порядка 200 с чем-то долларов. Представляете? За всю. И за работу, мол. За то, чтобы они мне весь подвес. Так я бы за эти деньги купил бы новенький подвес. То, что они собирались мне все здесь отремонтировать. Камера целая. Моторочки целые. Но за эти корпуса. И в один, второй. То есть один мотор, правда, был погнут с валом. Еще раз напоминаю. Но это я все сделал. Короче, квадрик у меня запустился. Летала я его. Все. Балансировочка. Все идеально работает. Винты там. Комплекты. Еще я выписал комплект винтов. Комплект подвеса вот этих резиночек. И вот вы смотрите на этот корпус. Вот это треснуло. Я его тоже нашел. Маленький кусочек. И сюда его вклеил. Вот так он стоит пока. Я его прилепил. Но там надо, чтобы этой трещинки не было. Полностью прижал. И можно типа на эпоксидку. Можно еще там. Или есть мощные такие сильные клеи. С той стороны обклеил. Вот этот корпус сюда. Корпус. Это самый подшипничек вставляется. И там же внутри шлейф. Будете разбирать. Все разберетесь сами. Все это позаклеивал. Потому что это литье. Алюминиевая крышечка. Вот это. И все на место красиво стало. Понимаете. Это насколько все получается дешевле. Если, как говорится, не лень. И деньги вам дороги. То все это можете. Вам обойдется. Я говорю, у меня как ко мне обошлось. Сегодня 14,5 долларов. Это в 15 раз дешевле, чем то, что они запросили за ремонт. Вот этого всего. В 15 даже в 20 раз. Потому что цены просто космические. Я шалею. Просто шалею. Они там с ума сходили. Или что. Разве так можно драть. И это везде. Ну конечно там папики деткам покупают. Дорогущие квадрики. А они там закапризничают. И ломят цены. И хрен с ним. Папики купят денег. Так как в простом. Это самое как у меня. Где эти деньги такие сумасшедшие. Дальше про аккумулятор. Видите. Такой был проблем. Вот здесь. Был плохой контакт. Аккумулятор вставляется. Разогрелся. Даже видите. Это пластмасса белая вздулась. Там внутри черная термостойкая пластмасса. А это белая даже разогрелась на аккумуляторе. Потому что жарко было. Еще аккумулятор греется. Вдобавок довольно сильно. Контакт оборвался. И все. И так и упал. Добре шутя его нашел еще. Потом я это срезал. Аккуратненько. Счувствовал. Чтобы она хорошо туда залазила. Внутрь. Корпус. Чтобы не мешало. Вот это. Я уже не показываю. Понимаете. Иголочкой. Аккуратненько. Вот там контакты. Вот видны. Два. На одном контакте. Два на другой. И также два сверху. То есть четыре контакта. На каждую клемму. Иголочкой подцепите. Их немножко отогнете. И с одной и с другой. А верхней куда отсюда смотреть. Я брал иголку. Загнул носик. И тоже так поддвинул. И все. И тут же. Начало плотно-плотно вставляться. Эти самые. Даже зарядная очень плотно вставляется. Вы лучше всего зарядная посмотрите. Когда зарядная берете. Когда подогнули контакты. Чтобы они довольно так. Туго-туго туда входили. В зарядную. Прямо так с силой. Не то что они так легонько защелкивались. Защелкивались вроде. Они защелкаются. А туго вставляются. А так с туго той. И это надо обязательно. Сделаете. Это и проблем не будете. Сбережете квадрик. Потому что если бы квадрик упал на асфальт. Какой-нибудь 70 метровый. Как у меня. Там бы ничего живого не осталось. И платы поломано было. И все на сваре. А так мне еще повезло. Что он упал на поле. Просто это самое. Если бы там жито было росло. Какая рожь большая такая. То бы это самортизировало. Думаю ничего там не было. Или где-то на дерево упало. Ну там винты пускай поломали. Но я думаю там бы корпуса не погнуло. Не поломало бы так с такой силой. То есть на дерево не так опасно. Если там мягкое особенно. Но если на асфальт. То все. Задница. Так что имейте ввиду. Берете даже эти батареи. Новые. Или еще сейчас. Сразу же займитесь этими вещами. Не сложно разобрать квадрик. Снять верхнюю крышку. Достать эти контакты. Как я там делал. Достать. Просверлить отверстия. И обкрутить их. Хорошенько заделать. Чтобы там пайка. Это китайцы. Ну негодяи. Самые настоящие. Неужели не понимают. Что может такая была. Взяли бы контактные сварки. Как на генераторах. Прицепили бы эти провода. Все. И эта проблема была бы решена. Никогда бы ничего там не отпаялось. А так. За такой херни. Чуть ли не погиб полностью квадрик. А я восстановил его. Так что имейте ввиду. На будущее. Все. Фантомщики. Добрых вам полетов. Имейте. Это самое. Терпение. Разберите. И будет вам счастье. Все. Летайте. Доброго всем здоровичка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.